Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас очень волнительный эфир. Да, мы в прямом эфире, через некоторое время вы увидите телефоны, по которым нужно будет звонить, у нас будет с вами связь обратная. А почему волнительный? А потому что сегодня мы будем разыгрывать призы. У нас сегодня лотерея среди подписчиков газеты «Видновские вести». Те, кто сумел подписаться на нашу газету в день празднования Дня Ленинского района и города Видное. А почему я говорю «мы»? Потому что сегодня у меня в гостях в студии телеканала «Видное ТВ» шеф-редактор газеты «Видновские вести» Юрий Шашлов. Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте! И заведующая отделом по работе с молодежью Елена Родина. Здравствуйте, Елена! Добрый вечер! Ну, вы готовы? Конечно! Волнение есть? Есть немножко. Есть немножко. Но больше всех, я думаю, сегодня волнуются как раз те телезрители, которые подписались на газету «Видновские вести». Ну, чтобы их заинтриговать, я хочу сказать, какие сегодня будут у нас в розыгрыше призы. А призы нам сегодня предоставили кинотеатр «Искра». Это билеты на концерт группы «Лесоповал». Призы от баскетбольной команды «Спарта-НК». Подарочный экземпляр книги от мотобойной команды «Металлург». У нас есть в розыгрыше сертификаты на занятия по верховой езде на лошади или пони от конного комплекса «Охотный двор» из деревни Орловская. И есть у нас сертификаты на посещение салона красоты «Алекса». Вот примерно как-то так. И кроме всего прочего, телезрители, которые будут активно участвовать в нашем эфире, они тоже получат призы. И этот приз, ну вот такой, я не знаю даже как назвать, боксик, в котором есть пароль на то, чтобы зарегистрировать себя в интернете и для того, чтобы оформить себе электронную подписку. И тогда вперед всех, вперед почты, вперед почтальонов, эти люди будут получать на адрес электронной почты газету «Видновские вести». Вот такие у нас призы сегодня. Ну, это была тема, и я еще хочу добавить о том, что у нас становится доброй традицией, да, на дне города люди подписываются, и мы все время с удовольствием это делаем. Разыгрываем призы. О спонсорах сказали, тему объявили. Давайте начинать. Да, давайте, попробуем начать. Если бы сейчас была веселая музыка, то мы бы с удовольствием ее послушали. Лена, давайте начнем с вас. Да, у нас были музыкой. Была музыка. А теперь, пока я мешаю наших участников, вы возьмите любой подарок, который вы хотели бы, укажите Патти. Что сейчас мы разыграем? Мы сейчас будем разыгрывать сертификат. Я думаю, вот этот сертификат. Я вытаскиваю, Юра, а вы оглашаете. Лена, что это за сертификат? Это сертификат подарочный на индивидуальное занятие. А, да, это как раз вот вас... Гонный спорт. Мечта. Мечта. И этот прекрасный сертификат достается Зудилиной Светлане Сергеевне. Светлана Сергеевна, если вы нас слышите, позвоните по телефону и обязательно скажите, как, каким образом можно будет вам вручить сертификат. Или мы вам скажем адрес, куда можно будет за ним подойти, и в торжественной обстановке мы вам обязательно его передадим. Продолжаем. Система меняется. Юра, вы определяете приз Лена, а вы огласите имя победителя. Так, вот давайте теперь разыграем... Это сертификат. Вот этот сертификат. Да, в салон красоты. Это достается приз. Ой, как волнуюсь, волнуюсь, волнуюсь. И этот приз достается Каштановой Валентине Анатольевне. Валентина Анатольевна, вы тоже можете забрать свой приз, как только позвоните нам по телефону, мы договоримся, как это сделать. И я так думаю, что вы посетите салон красоты и обязательно выйдете оттуда еще больше красавицей. Продолжаем. Меняем тактику. Приз, приз, приз. Вы определяет приз, Юра оглашает победителя. Мне почему-то кажется, что сейчас нужно вот этот приз разыграть. Присаживайтесь. Это как раз замечательный приз. По погоде. Да. От нашей местной, знаменитой, любимой всеми баскетбольной команды. Савартенко. Этот замечательный, красивый шарф. Там еще что-то пакетики есть, да? Нет. Нет. Нет? Нет. Он достается Екатерининскому мужскому монастырю. Ого. Ого. Нет, ну, я уверен, что... Пригодится. Вещь полезная в хозяйстве, да. Хозяйство пригодится. Пригодится. Ну, и еще один в этом блоке счастливчик, который Юра выиграет у нас. Так. Ну, давайте, давайте возьмем приглашение. Приглашение на концерт группы... Группа Лесоповал. Лена, на концерт у нас пойдет... На концерт у нас пойдет Савинова Светлана Семеновна. Светлана Семеновна. У нас, кстати, я хочу вам сказать, что работает специально на телефонах группа, которая записывает имена всех наших победителей. И даже если вы случайно не успели отметиться, позвонив по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, то у вас найдут... Ваши телефоны у нас тоже есть. И призы обязательно... Как там поются песни? Подарок может вручат. А может быть вручат. Давайте сделаем небольшую паузу в розыгрыше наших призов. Знаете, для чего? Для того, чтобы, ну, немножко подвести такой итог. Ну, во-первых, газета «Видновские вести» в 2016 году прожила половину года. Половина выпуска уже сделана. Скажите, вот чем эти полгода отличались от тех, которые были в 2015 году? Что-то новое в 2016 году появилось в газете? Ну, из таких серьезных новаций я бы в первую очередь отметил, конечно, начало выпуска молодежного приложения, которое называется «Будущее за нами» и которое готовит, я подчеркиваю, которое готовят не наши люди, не журналисты газеты «Видновские вести», а молодежная редакция, созданная на основе молодежного совета при главе Ленинского района. Вот. Ребята нас поражают своей кипучей энергией, и, в принципе, старт этому проекту был дан в июле месяце. Вот. Но уже сейчас, пока мы определялись с периодичностью выпуска, потому что, ну, честно вам скажу, были небольшие сомнения, а пойдет ли все-таки молодежь, она такая у нас вся цифровая, вот, а тут бумажная газета пошло. И вот когда мы поняли, что пошло, начался самый настоящий вал. А что значит вал? И что значит пошло? Пошло, это значит включились все вот эти вот механизмы. Ребята у нас бегают, работают, пишут материалы. Вот. Мы их, причем даже сами, толком и не направляем. Они пишут и отдают, мы просто им подсказываем, как, ну, с точки зрения профессионального журналиста, как этот материал лучше подать, как, может быть, расставить акценты там, или что-то выпить, что-то, может быть, лишнее у него, не, ну, чисто из соображений, да. Причесать. Причесать, да. Но, опять же, безо всякой политики. То есть, причесывание идет чисто стилистическое. Лен, я знаю, что вы были, в принципе, в инициативной группе. У истоков стояла, да. Кто, собственно, да, и задумывал этот проект молодежного вкладыша. А с чего, собственно, это все родилось? Почему? Вообще, идея началась с того, что мы хотели создать в Ленинском районе, не в городе, видно, а именно в Ленинском районе, школу молодого журналиста. Профессия настолько интересная, настолько разноплановая, и она включает в себя знания и интерес ко всем профессиям, которые только существуют. Журналист — это тот человек, который аккумулирует все, что происходит в жизни в нашей. Это тот человек, который правильно ставит акценты жизненные. Пропускает через себя. Пропускает через себя. Мало того, не только пропустить через себя то, что происходит в жизни, может любой человек, а вот правильно расставить акцент и направить мысль человека, который, может быть, что-то недопонял, что-то недочувствовал. А журналист, если правильно расставит акцент, то человек понимает, я так же думал ведь, а вот он как точно сказал. В этом талант журналиста. И у нас очень много оказалось талантливых ребят. Вы же сами знаете, что есть всякие литературные объединения. Мы просто поражаемся, сколько талантливых людей. А оказалось еще другое, что ребята не просто талантливые, хотят в этом участвовать, там как-то на виду быть, пропиариться. Нет. Им интересен, во-первых, сам процесс, что само по себе удивляет. Это же ведь все-таки работа сложная. Они все сейчас фотографируют, все умеют делать селфи. Да, ну правда, правда, это точно. Вкладыш, он настолько яркий, там столько много фотографий. В этом заслуга, в первую очередь, их авторов, да. То есть ребят. А давайте сейчас на одну секундочку прервемся от нашего разговора. О вкладышах мы еще про них поговорим. Поговорим про газету «Видновские вести», но как раз для молодежи. Итак, внимание, уважаемые телезрители, кто сейчас правильно ответит на заданный мной вопрос, кто первым дозвонится в нашу студию по телефону, который вы уже видите на своих экранах, тот получит электронную подписку на газету «Видновские вести». И тогда вы сможете реально посмотреть, увидеть и первыми узнать, о чем же, собственно, пишут во вкладыше «Будущее за нами». Итак, вопрос звучит следующим образом. В каком году вышел первый номер газеты «Видновские вести»? Звоните, мы ждем первого счастливого обладателя электронной подписки газеты «Видновские вести». Ну вот вкладыш молодежный, это понятно, но ведь мне кажется, все-таки это отличительная черта газеты «Видновские вести». Вот я много газет смотрела, которые живут на территории Московской области, но такого количества вкладышей ни у одной газеты нет. Это правда. Давайте попробуем перечислить. Значит, молодежный вкладыш. Дальше. Детско-юношеский. Так. Спорт видный. Спорт видный. Кстати, Лена тоже ваша, да? Ну, начинал его. Православный. Православный вкладыш. Ну, и я бы еще отметил, значит, целевое приложение «Сотки». Это для дачников. И... Здоровье есть еще. Да. Здоровье, клуб потребителя. Ну, и собеседник. Там мы иногда публикуем интервью, ну, просто с очень интересными людьми. Замечательно. А мне дали знать, показали о том, что у нас есть звоночек, и мы готовы его послушать. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. Ну, так в каком же году вышел в свет первый номер газеты? В 1931-м. Абсолютно точно. Я тоже. Телефончик видите на нашем экране? Да. Позвоните, и мы договоримся с вами, как встретиться и передать вами. А когда можно позвонить? Да хоть сейчас. Вам расскажут, как можно будет ваш приз забрать. Все, спасибо. И вам спасибо большое. Ну вот, практически и времени-то на раздумья не было. Да. В 1931-й год. А это значит, что в этом году наши любимые... Как называют местные газеты, которые выходят в муниципалитетах? Районка. 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 Наша районка отметила свой юбилей. Нам исполнилось 85 лет. Скажите, как проходило юбилей? Вообще отмечался как-то? Ну, я-то знаю, что отмечался. Ну, пусть теперь еще и зрители узнают и послушают. Ну, честно говоря, мы к юбилею начали готовиться задолго до него самого. А юбилей нашей газеты исполнился 25 февраля этого года. И к этой дате наша газета открыла как бы новый проект. Мы давали... Это вот особенно людям, интересующимся историей, особенно интересный был проект. То есть мы давали репринтные полосы старых номеров. Юра. Начиная с самого первого. Юра, а давайте будем произносить слова, которые понятны нашим телезрителям. То есть без... То есть одна из полос газеты выходила точно такой, какой она выходила. 85, 75, 70, 65. И так раз в пятилетку. Точно в таком же виде. С Лениным, Сталином, Хрущевым. С теми оригинальными материалами, которые печатались в те годы. И плюс ко всему мы делали подборку. На целую полосу давали перепечатку. Вот текстов оригинальных. Причем даже мы их не правили, не редактировали никак. Оставляли для того, чтобы читателям ощутить вот этот аромат эпохи. Мы оставляли орфографию, стилистику. Ничего не трогали. Да, все как есть. Особенно интересно было читать, например, как жители района. Что писала газета, например, в годы Великой Отечественной войны, в годы восстановления разрушенного хозяйства, в годы коллективизации. И как люди на это откликались. Когда мы этот проект запускали и когда мы его развивали, мы сами для себя открыли огромный пласт вообще. Потому что в 1931 году писали совершенно не так, как пишут сейчас. В 1941 году писали не так, как писали в 1931 и, естественно, не так, как сейчас. Это совсем другая стилистика, совсем другая энергетика, совсем другая фактура. Это безумно интересный проект получился. И это не мои слова, как одного, так сказать, из причастных лиц. А это отзывы читателей. То есть мы знаем даже, что, например, в Володарском библиотеке-музее аккуратненько собирали эти исторические полосы. И я уверен, что они их будут использовать в своей музейной экспозиции. Ну, да, а сам юбилей, он прошел... Об этом чуть позже. Да, давайте. Об этом чуть позже. Об этом чуть позже. Мы не будем забывать, собственно, для чего мы здесь с вами в студии и собрались. Итак, тур второй, следующий победитель. Выбирайте призы. А давайте разыграем... Можно я? Можно, конечно. А давайте разыграем вот эту замечательную книжку. Да. Что это за книга? Юр, вы пока расскажите, а я подгляжу, что Длина там откроет. Это книга, которая была издана к 40-летию клуба «Металлург», нашего знаменитого мотобольного клуба. Больше того, тут первую страничку покажите, она с автографом. И более того, этот уникальный экземпляр... Заслуженный тренер... С автографом Валерия Георгиевича Нефантьева, заслуженного тренера Советского Союза. Да. И эту книгу получает... Это уникальный раритетный экземпляр. Эту книгу получает наверняка заядлый болельщик Осипов Вячеслав Ярославович. Вячеслав Ярославович, поздравляем вас! Что делать уже знаете? Кстати, если вдруг тех людей, которых мы называем нет у наших экранов, но есть же соседи, пожалуйста, рассказывайте, говорите, поздравляйте их с выигрышем. Продолжаем. Лена. Приз. Приз в студию. Приз в студию. Ой, я уже знаю, кто выиграл. Так, у нас еще замечательный вот такой есть сертификат, который мы уже разыгрывали. Мне кажется, любой порадуется и такому подарку. Этот сертификат достается Гороховой Лидии Ивановне. Лидия Ивановна, можно уже звонить и договариваться о том, как вы заберете свой сертификат, и мы поздравляем вас. Движемся дальше. Так, сертификаты у нас все уже закончились. Закончились. Да. Но они закончились. Счастливые обладатели следующих призов. И у нас... Давайте еще вот... Да. ...выиграем. Кто у нас будет красавицей? Так, красавицей у нас станет Гольцева Ольга Андреевна. Ольга Андреевна получает у нас сертификат от салона красоты «Алекса», который находится у нас в городе Видное. Да? И с его помощью видовские женщины становятся еще краше... И виднее. И виднее. Совершенно верно. Так, раз, два, три. И еще один в этом туре. Так, а у нас еще есть тут, да, какие-то пакетики? Да, да, да. Вот этот вот... Пакет. Еще один пакет. Вот такой вот пакет разыгрываем. В нем... Тот же самый замечательный шарф. Тот же самый замечательный шарф. И какие-то... Еще какие-то бумажки. Не томите, Юра. Я же говорю, там были еще... Шарфы фотографии нашей любимой команды. Баскетбольной. Вот, а вы говорите, что нет. И достаются они Семочкиной Надежде Дмитриевне. Надежда Дмитриевна, мы поздравляем вас от всей души. А возвращаемся мы к юбилею газеты «Видновские вести». И вы знаете, я не буду долго вас томить. Может быть, в принципе, Лена, вы приготовитесь рассказать о том, как... Ну, год-то еще не закончился, значит, юбилей продолжается. Это же не человек, это издание. И целый год можно праздновать юбилей. Подготовить еще интересные рассказы о том, что, может быть, ждет читателей до конца года. Какие будут мероприятия, может быть, посвященные этому событию. Для телезрителей я задам очередной вопрос для того, чтобы получить адрес электронной подписки на газету «Видновские вести». Он звучит так. Как называлась наша газета до 1991 года. А все остальные сейчас имеют возможность посмотреть, как, собственно, юбилей газеты и прошел. Так, внимание на экран. Поздравление и награждение сотрудников редакции «Видновские вести» с юбилейной датой со дня первого выпуска газеты состоялось в историко-культурном центре. И это очень символично, ведь она стала своеобразной летописью Ленинского района. Я помню, с детства мои родители очень любили эту газету. Они строили «Видное». Я родилась здесь, в «Видном». И поэтому с газетой связано все здесь. Приятно все время узнавать все новости из нашей газеты. И знаете, чем она отличается от властных изданий? Тем, что на страницах «Видновских вестей» мы видим всех знакомых людей, которые работают в районе, трудятся на его благо. Журналисты района газеты по сей день бережно сохраняют традиции, заложенные их предшественниками. Всегда быть гуще событий и отражать их на страницах своего издания. Я считаю, что мне очень повезло, что я начинал работу в районной газете, тогда она называлась «Ленинец» в 1978 году. Редактором был Александр Иванович Якуничев, заслуженный работник печати. У нас была всего одна машина, поэтому, естественно, в так называемой командировке машины не было. Но ездили на автобусах, на перекладных, пешком часто. Я, например, помню, что всю округу вокруг Видного пешком исходил. За годы существования газета «Видновские вести» менялась объемом, форматом, дизайном, яркими сюжетными снимками. Фотография должна быть иногда даже одна в репортаже, она должна отражать всю суть. Поэтому приходится очень стараться, искать нужный кадр. Фотографией я занимаюсь уже много лет, до того, как попала в газету. Но попав в газету, я обрела очень теплый, дружный коллектив, и мне очень нравится там работать. Добрая обстановка юбилея районной газеты вылилась в теплую встречу друзей. У вас удивительная газета «Видновские вести» и уникальная медийная структура, которая объединяет в составе дирекции, нет такого в Московской области, киносети, объединяет и телевидение, и газеты. И, конечно же, самое главное – это удивительные люди. Пользуюсь случаем пожелать газете дальнейшего процветания. Безусловно, администрация Ленинского района, как учредитель данного издания, оказывает и будет оказывать всестороннюю помощь для развития нашего периодического издания. И хотелось бы, конечно, пожелать творческих успехов замечательному коллективу «Видновских вестей». Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну что, мы продолжаем наш розыгрыш. Подарков и призов среди подписчиков газеты «Видновские вести» тех, кто успел подписаться во время празднования Дня Ленинского района и Дня города Видное. У нас есть звонок. Давайте послушаем с вами, кто же у нас выиграл сегодня электронную подписку на газету «Видновские вести». Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Галина Григорьевна. Галина Григорьевна. Вас очень нечётко слышно. Хорошо, я постараюсь говорить погромче, а вы нам скажите чётко ответ. Так как же называлась газета «Видновские вести» до 1990... Длительное время районная газета называлась «Ленинец». Правильно. По-моему, у нашей газеты очень знающие и очень любящие читатели. Это электронная подписка для вас, а может быть, для вашего внука, внучки, для детей. Ну, может быть, даже и подарок кому-то из подруг, потому что, мне кажется, это будет интересно. Что, мы продолжим наш небольшой рассказ по поводу юбилейного года газеты «Видновские вести». Да? Ну, я хочу добавить немножечко о том, что подписка только началась, она ещё будет, сколько, два месяца будет впереди. Да? Поэтому торопитесь. Я обязательно в конце нашего эфира озвучу, какой большой сюрприз ждёт всех, без исключения подписчиков газеты «Видновские вести». Даже вот шеф-редактор и руководители отдел посмотрели на меня, даже они ещё этого не знают, а я уже вот… Ну, интригу я выдержу до конца нашего эфира. А пока давайте похвалимся. Какой самый главный подарок у нас ждёт газету «Видновские вести», которая сделала нам администрация Ленинского района, да? Всё время газета «Видновские вести» жила где? Жила в приспособленном помещении. В старом доме. В старом доме, на отшибе городских улиц, не в центре, где происходят все события. Где уже всё, в общем-то, и разрушалось, и кло. В спокойном месте, да вот про плохое вообще не хотелось бы вспоминать, да, мучились. А теперь, насколько мы знаем, очень скоро, через неделю, но максимум через 10 дней, мы переезжаем в здание, и у нас будут очень хорошие соседи. Это будут наши коллеги с телевидения, с телеканала «Видное ТВ». И я думаю, что с того момента, как мы сюда заселимся, вся наша работа, она просто круто поменяется. И будет ещё интереснее. И будет ещё интереснее. И мы разработаем совместные какие-то новые проекты. Я так думаю, они ходят за нами по пятам и только ждут, когда мы в новые условия попадём. И самое главное, что... И нет, сюда проекты ждут. Проекты ждут, конечно, ходят за нами по пятам. И мы их все реализуем, поскольку если что-то не будет получаться у нас, то коллеги нам подскажут и помогут. А если что-то вдруг родится какая-то интересная идея, глядя на нас, у них, то мы всегда подключимся и будем в этом с радостью участвовать. Да, ну и потом, конечно, сочетание и вот такой вот как бы симбиоз двух совершенно разных СМИ, да, средств, он, я уверен, он приведёт к каким-то неожиданным результатам. Ну, я очень надеюсь, потому что ремонт завершён. Идут, ну, такие последние нюансы, чтобы было всё чисто после ремонта. Сами знаете, когда помещение красивое, светлое. На ПЛК-6... А, переезжать будем. Но на выпуске газеты это никоим образом не отразится. Все номера будут выходить в срок. В срок. Мы обязательно об этом расскажем. И продолжим розыгрыш лотерей. Да, кто будет? Юрий Вячеславович. Юрий Вячеславович. Ну, я вот, мне очень книжки нравятся. Да. Поэтому давайте разыграем ещё одну, точно такую же уникальную книгу с автографом знаменитого мотоболиста, жителя нашего Ленинского района, Валерия Георгиевича Нефантьева. Ой, так всегда интересно. Вот волшебником себя ощущаешь. Это Бухтоярова Галина Анатольевна. Да, Галина Анатольевна, поздравляем вас. Вам крупно повезло, да. Ну, и продолжая тему книг, да, продолжая тему книг. Ведь газета «Видновские вести», она выпускает не только газету, да, печатные издания. Ещё плюс ко всему массу интересных книг. Книг, которые касаются истории нашего района, да, Юра. Вы, в общем-то, один из главных людей, кто занят в производстве и создании этих книг. Сейчас вы будете хвалиться в юбилейный год, какие книги выпустила наша редакция. А я задам нашим телезрителям следующий вопрос. И пока шеф-редактор рассказывает о книгах, которые выпускает редакция газеты «Видновские вести», во главе с Малкой ДК, зрители будут думать ответ на следующий вопрос. По каким дням недели выходит газета «Видновские вести»? Телефоны вы видите на экранах. Звоните. Юра, а вы хвалитесь. Ну, в этом году я могу совершенно со спокойной совестью хвалиться целыми двумя новинками. Премьеры нас ещё ждут. Но книги обе уже вышли из печати и дожидаются своего часа. И уже складированные у нас. Да, это две очень интересные книги. Я думаю, что они будут интересны не только специалистам, краеведам и тем, кто интересуется конкретной историей. Они будут интересны всем, потому что написаны они доходчивым и увлекательным языком, которым всегда отличались, вы уж извините, что хвалю нас, авторы «Видновских вестей». Значит, одна из этих двух книг увидела свет накануне, вот буквально за несколько дней до Дня Ленинского района, который мы отмечали в начале сентября. Эта книга называется «Город этот стал судьбою». И рассказывает она о трёх замечательных людях, которые создавали этот город, видный наш прекрасный, и сыграли в судьбе города огромную роль. А город стал, в свою очередь, для них судьбой и всей их жизнью. Так что давайте я не буду больше тоже… Не надо, не надо. Да, не буду интригу раскрывать, беря с вас пример, между прочим. Звотачки есть у нас, Юр. Да, у нас есть люди, которые ответили. А потом вернемся. Так по каким же дням выходит газета «Видновские вести», уважаемые читатели? Алло. Вторник и пятница. Замечательно, вы так ворвались к нам в эфир, что даже не поздоровались мы с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Любовь Ивановна. Любовь Ивановна, вы давно являетесь читателем газеты «Видновские вести»? Да, очень давно. Ну и в юбилейный год и в день розыгрыша. Пара слов. Расскажите, как вам газета нравится? Что мы можем в ней изменить, чтобы она нравилась вам больше? Посоветуйте. Очень нравится. Я ее всегда выписываю. И выписала я в этом году тоже на год. Мне она очень нравится. Я читаю новости, смотрю, читаю. А интернет у вас есть? Вы умеете пользоваться компьютером? Нет. Нет? А кто у вас домашние? Дети, внуки? Никто. Никто? Нет. А друзья? Ну, друзья, откуда я могу знать? Да. Ну, тогда... У меня племянник есть. Вот. Тогда, если не племяннику, то вам на добрую память и с искренним пожеланием, и с искренней любовью к вам, к нашему читателю, вот этот маленький сувенир, электронная подписка на газету «Виновские вести». А я подписалась на год уже, в этом году. Ну, а это как будто приложение. Это вы можете сделать подарок на Новый год, может быть, кому-нибудь, может быть, на какой-то еще праздник. Да, я думаю, что люди будут рады, потому что подписка будет начинаться только тогда, когда вскроется конвертик, и код, который там написан, будет введен в специальную систему. И тогда, с момента регистрации, вы начнете получать газету, электронную, газету, электронную версию газеты «Виновские вести». Спасибо вам большое. Когда мне можно подойти? А вы позвоните сейчас, или оставайтесь на трубочке, вам расскажут, как это сделать, а мы сейчас определим следующего. Вот к тому же телефону, да? Да, сейчас класс из студии выключат и поговорят. А мы следующего победителя. Может быть, сейчас и повезет нашему звонителю. Так, ну определяй. Лена. Я хочу... Давайте Спарту. Я Спарту хочу, да, чтобы вы вручили. Почему? Потому что эту команду есть за что похвалить, есть за что порадоваться. Кроме шарфика, тут что у нас? Кроме шарфика, там у нас лежат фотографии с автографами наших баскетболистов прославленных. Вот, девочки... Да молодцы, девчонки. Да молодцы, девчонки. Пусть вам эти фотографии напоминают всегда о том, какие они сильные, ловкие, смелые да умелые. И этот замечательный комплект достается Кудиновой Нине Ивановне. Нина Ивановна, если вы смотрите наш эфир с самого начала, я думаю, что вы знаете, что нужно делать. Нужно перво-наперво позвонить по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах, и обязательно узнать, каким образом вам можно забрать ваш выигрыш. Так, у нас еще есть и призы, и еще есть у нас победители. Так, вот сертификат. Да, сертификат. Сертификат, при помощи которого можно будет научиться верховой езде на лошадке, либо маленькой пони. Значит, можно сделать вывод. О! Что, О? Кто-то знакомый? Да, конечно. Конечно, это не просто знакомый, это Плотников Алексей Васильевич. Алексей Васильевич. Один из наших журналистов. Мы ничего не подстраивали. Алексей Васильевич, придется кататься на лошади. Да, вот видите, как получается. Кстати, он же еще и является человеком, который активное участие принимает в создании книг. Он обрабатывает тексты, он их собирает. И вот вторая книга, про которую вы мне рассказали. Значит, ну, вторая книга будет интересна, конечно, в первую очередь жителям сельского поселения Развилковское. И, в отличие, это, я сразу вам хочу сказать, что этот проект, он и для нас стал уникальным. Мы таких книг еще не выпускали и не делали. Эту книгу мы составили из тех документов, которые рассказывают нам о жителях сельского поселения Развилковское, участниках Великой Отечественной войны. Мы постарались сделать все, чтобы ни один из них, ни тот, кто вернулся с войны с полной грудью орденов, ни те молодые ребята, которые со школьной скамьи ушли и погибли в первом же бою, и о которых сохранилась только фамилия и имя. Вот никто из них не останется в этой книге забытым. В этой книге приведены сведения о более чем о 800 участниках войны, жителях поселения Развилковское. Да, это, во-первых, титанический труд проделанный. Ну, во-первых, это титанический труд. Во-вторых, кстати говоря, я дико извиняюсь, что сразу не сказал, титанический труд отчасти был проделан нами, но инициатором и собирателем всего этого материала выступали развилковские школьники под руководством Галины Семеновны Рубинской, замечательного человека и педагога, которая занималась этой работой более 40 лет. Поэтому это такой вот итоговый труд, опубликованный, и я надеюсь, что он окажется нужным и полезным и востребованным в каждой семье сельского поселения Развилковское. Да не только вообще, наверное, всего Ленинского района. А у нас остался последний приз и последний, как говорится, о, счастливчик, который получит замечательный набор от нашей любимой команды. Ваша очередь. Лена. Так. Это последний счастливчик. Ну? Иванцова Валентина Алексеевна. Счастливая обладательница. Что, дорогие друзья, мы поздравляем всех, абсолютно всех, кто сегодня выиграл призы. Я думаю, что вам было приятно, нам тоже было очень приятно раздавать все это вам. Нашим спонсорам большое спасибо за то, что они предоставили эти призы. Ну, это, вот теперь пришло время раскрыть интригу. Это была всего лишь легкая разминка. Подписка продолжается. И длиться, регистрироваться по подписке. Так, все, начиная с самого начала. Правильно сказать так. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете регистрировать свои подписные талоны по тем же самым телефонам, которые вы видите на наших телеэкранах. Как дальше инструкции к применению их будет вам рассказано по этим телефонам. Главное, чтобы у вас в руках был талон оплаченный, или как называется правильно, подписная квитанция. Его нужно обязательно будет зарегистрировать. И сразу после Нового года вас будет ждать исключительно всех подписчиков газеты «Видновские вести». Супер лотерея сразу после Нового года. И даже приоткрывая немножечко интригу, я скажу, в розыгрыше будут не только ценные призы, но и туристические поездки, и романтический ужин. И, ну, думаю, на этом достаточно. Я уже рассказала и так. Интригу надо сохранять. Да, в газете «Видновские вести» мы обязательно расскажем об этой лотереи. Об этой лотереи вы услышите на телеканале «Видное ТВ». Ну и вот сегодня рассказали вам об этом мы. Регистрируйте ваши подписные талоны, звоните по телефонам и принимайте участие в супер лотереи газеты «Видновские вести». Всем большое спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова